Приветствую на своем канале инспектор гаджетов и сегодня долгожданный обзор на телефон Alcatel flash данному обзору предшествовали аж два видео это распаковка телефона и предобзор всем тем кому интересен данный телефон настоятельно рекомендую ознакомиться с предыдущими двумя видео в которых во-первых вы сможете увидеть упаковку ознакомиться с внешним видом телефона всего комплектацией в предобзоре ознакомиться с батарейкой ознакомиться с проблемой небольшой с плей маркетом вопрос прошивок и также в принципе сервис Alcatel сейчас же видео обзор и этот обзор будет посвящен грубо говоря только факт итак начнем с того что проверим работу сканера отпечатков пальцев сканер работает хорошо ошибки случаются но тут у меня проблема небольшая с пальцем поэтому возможны ошибки как раз только из-за этого вот по работе скажу что скорость работы сканера находится где-то на среднем уровне он хорошо находится на тыльной стороне он металлический то есть палец в принципе легко интуитивно его находит в общем сканеру зачет теперь по техническим характеристикам данного телефона работа это дело у нас на android 6 процессор helio x20 10 ядерник видео t880 3 гигабайта оперативки 32 гигабайта встроенной памяти две полноценные сим-карты плюс карта памяти экран 5 5 дюймов ips full hd покрытые защитным стеклом dragon trail олифобным покрытием это первый в мире смартфон у которого 4 камеры 2 фронтальных 2 основных фронталки это 8 плюс 5 мегапикселей и основная два сенсора от sony amx 258 по 13 мегапикселей единственное что одна из этих камер монохромная то есть вспомогательная аккумулятор 3100 миллиампер в час bluetooth 4.1 gps глонас байду и дополнительно сканер отпечатков пальцев также кто не хочет смотреть все-таки распаковку скажу что в комплекте с телефоном идет защитный бампер традиционно первонапердно зайдем в antutu набирает телефончик у нас 88 тысяч попугаев что в принципе для helio x20 закономерно производительность телефона находится на довольно таки приличном уровне в инфе интересный момент как видите не alcatel а tcl для тех кто не в курсе китайский гигант производства бытовой техники выкупил права на бренд alcatel и выпускает под этим брендом свои телефоны вот то есть здесь в antutu как раз мы видим именно производителя данного телефона вот ну в основном все то что я вам сказал можете грубо говоря подтвердить информацию ознакомиться с ней ничего нового здесь я вам не скажу точнее не вы не увидите опять же подтвердим эту информацию через кпу z root root у нас из коробочки нет идем дальше дисплей тестер смотрим на цвета на экране и оцениваем в очередной раз напоминаю что красный цвет через мою камеру может показаться вам не красным но это особенность моего моей камеры они этого телефона в общем так углы обзора давайте посмотрим все хорошо замечательно если не ошибаюсь у нас поддерживает пять касаний так же сейчас посмотрим на фотки как это выглядит у нас в живую наш экран в общем к экрану претензий нет экран замечательный прекрасный просто ну придраться просто нечего сюда выходим немножко немножко посмотрим видео и послушаем звук поможет вам в этом данный чудесный клип и немножко рекламы от ютуба затяки квантовым в принципе достаточно вы можете оценить здесь динамик у нас пальцем полностью закрывается так и идем дальше далее следует у нас сенсор бокс решил поставить немножко нетрадиционный сенсор бокс но принципе все то же самое и все здесь стандартно не знаю хочу показать что гироскоп здесь у нас живее всех живых настоящий живучий гироскоп идем дальше 3d mark гонял 3d марки здесь телефончик необычный телефончик мощный поэтому хотелось посмотреть на что он способен гонял три жирных самых мощных теста результаты сейчас вы увидите скажу про нагрев телефонов еще поэтому гонял эти самые тесты телефон греется стандартно несмотря на то что самую самую жирноту я здесь гонял как видите в слингшоте экстрим набирает около тысячи баллов и в стандартном ну можно сказать так сказать тяжело стандартном тесте аистом экстрим набирает 10 тысяч баллов в принципе результат очень хороший вайс том экстрим чисто визуально конечно картинка отличная то есть там фпс и у нас на уровне фпс в картинка держится про нагрев ничего сверхъестественного около 42 градусов эти три теста телефон тепленький ничего не плавится ничего там не взрывается ничего руку не жжет то есть на обычный нагрев несмотря на то что здесь металлическая только рамка ну в общем она поглощает наш нашу наше тепло в общем по нагреву телефончик показал себя хорошо так идем дальше далее у нас да после теста принципе не нужно поиграть и оценить в живую как она все выглядит скажу сразу здесь стоят высокие настройки то есть кто играл в world of tanks мобильную версию там у нас доступные малые средние высокие и ручные настройки но вот здесь сейчас по умолчанию я поставил высокие настройки и качество сейчас можете оценить но точнее фпс и при этом самом высоком качестве конечно уровень фпс зависит от карты которая нам сейчас достанется но сейчас можем оценить однозначно можно рекомендовать телефон всем геймерам которые играют довольно таки тяжелые игрушки потому что телефон справляется вот старт с танками на высоких настройках просто легко и непринужденно вот как вы видите 35 фпсов сейчас в общем замечательная графика все хорошо в общем уровень фпс а вы видите чем телефон тянет очень и очень запасом в общем все хорошо так подарим кому-нибудь фраг и идем дальше далее на очереди у нас настройки настройки перевод сейчас вы оцените но сначала зайдем об устройстве покажу что есть у нас в принципе опция обновления по воздуху у нас вроде живая вроде рабочая но обновлений у нас на данный момент нет вот ну более подробно можете ознакомиться в предобзоре идем дальше что у нас здесь интересного из пунктов меню все в принципе традиционно язык клавиатура здесь у нас предустановленный touchpl 2017 но это такая клавиатура кто не в курсе вместо встроенной клавиатуры от гугла но touchpl или чуть позже там будет один момент умное управление бубном управлении у нас есть режим в кармане перевернуть для отключения звонка понятно есть настройки скриншота можете делать тремя пальцами можем делать с помощью кнопки home запись экрана то есть можем делать не только скриншоты а прям снимать видео видео бьюти это включение режима красоты во время съемки видео либо когда вы делаете фотографии в общем видео бьюти вас вас так сказать сглаживает ваши дефекты лица какие-то морщины может что-нибудь подобное в общем выглядите вы более симпатично ну и быстрый снимок двойное нажатие на кнопку громкости безопасности мы можем кроме традиционного смарт-блока настроить те самые отпечатки пальцев здесь больше ничего особенного нет есть отдельный меню оперативная память встроенная память батарейки есть режим энергосбережения так в экране у нас исключение выключения и клет индикатора принципе здесь ничего такого видите сверхъестественного ничего здесь нет и уровень перевода он полностью абсолютно все переведено так теперь переходим к скриншотам прогонялась нодом 32 конечно же глубокое сканирование конечно же с проверкой на потенциально предоносное по и как видите у нас есть одна угроза это тот самый touchpl 2017 но это не вирус ни в коем случае это просто приложение обладает определенными правами то есть она может что делать само исключая ваше вмешательство поэтому она относится к потенциально вредоносному полу ну если тот кому-то это не нравится можете отключить удалить и в принципе пользоваться гугловской клавиатурой в общем это абсолютно не проблема и как видите никаких вирусников ничего какого-то мусора здесь нет идем дальше джипс джипс конечно очень порадовал это сверх быстрый джипс это один из самых быстрых джипсов которые я встречал в общем на данном скриншоте вы можете видеть что увидел 18 спутников 13 подключился точно с позиционирования 2 метра как джипс как глонас такой байду в общем и это не предел это в моем стандартном режиме на подоконнике то есть видел и 20 спутников в общем джипс здесь конечно вообще отличный идем дальше по скриншоту ампира наш телефончик не совсем традиционно его проверял потому что здесь у нас используется порт тайп-си не микро юсб поэтому я его проверял не своим традиционным 2 амперным кабелем комплектным кабелем и вот в этом режиме от твоей зарядки телефончик кушал 1 и 8 ампера как видите но в пике 1870 вот ну я решу возможно что еще и на кабель то есть если какой-то более качественный кабель может быть телефон смог покушать и еще но особо смысла более двумя амперами этот телефон заряжать я не вижу так камера камера не конечно же когда первый мили в мире телефон с четырьмя камерами ну как в обзоре не показать фотки не буду наверное их комментировать вы в принципе наверно все сможете оценить сами и догадаться что я хотел вам показать единственное скажу что делал фотки в максимальном разрешении то есть 13 мегапикселей а в 13 мегапикселей соотношение сторон 4 к 3 вот но не стал делать 16 9 потому что там 12 мегапикселей ну решил что так вам будет лучше вот в общем без комментариев ну никто не понял это различная фокусировка на различные объекты и с этой задачей здесь телефон справился на ура но это больше для красоты это у нас уличные фотографии тут кстати с включенным hdr здесь в принципе можете оценить в общем все очень очень хорошо вот это у нас с hdr фокусировка на этом объекте в общем ну фотки просто загляденья все супер прокомментирую камеру камера несмотря на то что когда про сдвоенную камеру идет речь всегда приходит приходит на мысли о том что это будет очередной баловство с диафрагмой на самом деле нет здесь даже нет такой настройки ручной диафрагмы вот здесь как раз это вторая соньковская камера монохромная служит так сказать вспомогательной камерой для основной ну с точки зрения резкости с точки зрения контрастности с точки зрения фокусировки то есть здесь немножко другой подход здесь подход на качество качество снимков есть у нас конечно вот эта красота есть у нас другие режимы то есть ручные настройки панорама панорама себя это фронталка мы делаем панораму себя картинка в картинке есть у нас такая штука то есть можем фоткать и фронталкой и основной камерой одновременно так микровидео это видео коротенькие которые снимаются при держании кнопки затвора slow-mo time-lapse в общем ничего естественно есть режим super night но честно говоря не разобрался по названию понятно что это супер ночь может быть какой-то особый режим для ночной съемки но честно говоря какой-то особой разницы не заметил вот но в основном в остальном все стандартно еще хочу сказать что видео у нас снимает в 4к ну что в принципе тоже не является чем-то уж сильно сверхъестественным вот ну кажется это все что я хотел вам сказать также скажу что камера в принципе здесь сама вот камера именно программа мне не очень понравилось ну мне больше понравилось пользоваться здесь open камерой можете сказать скачать ее в маркете в общем она здесь работает быстрее мне с ней было приятнее вот в общем такой телефон все что я вам мог все я вам показал теперь заключение плюсы и минусы плюсов здесь конечно хоть и добавляй во первых качество заготовления внешний вид материалы в общем все сделано хорошо выглядит он замечательно сканер отпечатков пальцев у нас физические кнопки у нас вспышка фронтальная в общем в плане вот корпусов внешнего вида таких элементов здесь все хорошо ну возможно минус это то что мы закрываем полностью динамик здесь пальцем Type-C но это спорно кому нравится кому-то не нравится это уже сам каждый решает за себя плюс это или минус вот также очень быстрый gps очень хорошая камера в целом производительность ну для Helio X20 стандартная в общем все у этого телефона хорошо плюсов него много о минусах минусы это ну возможно вот эта вот камера предустановленная которая мне не очень понравилась этот маленький момент с маркетом из коробки который нужно немножко полечить вот это вот может быть не понравилось ну и вот в принципе наверное все это все минусы которые я нашел этого телефона за за эти деньги которые за него просят за этот флагман который сейчас официально продается насколько я знаю только в Саудовской Аравии ну и в арабских странах в общем эксклюзивный телефон первый в мире берите наверное если вам нравятся необычные телефоны пионеры первопроходцы ну и с которыми возможно из коробки придется чуть-чуть повозиться мне однозначно телефон понравился поэтому я заслуженно ставлю ему два лайка надеюсь я заслужил данное видео хотя бы один лайк от вас под этим видео подписывайтесь на канал ставьте лайки всем пока